С Федеративной Республикой Германия нас на протяжении более полувека нам удавалось развивать прагматичное деловое сотрудничество. Оно приносило выгоду обоим государствам, да и, пожалуй, не только нам, но и всему европейскому континенту. Причём привлекательной сферой двухстороннего взаимодействия всегда была энергетика. Наша страна десятилетиями надёжно, без сбоев снабжала Федеративную Республику Германии по доступным, приемлемым ценам и экологически чистым газовым топливом, и нефтью, и другими энергетическими товарами, другим энергетическим сырьём. Это сотрудничество в буквальном смысле слова было подорвано, в том числе диверсией на северных потоках. Нынешнее замороженное состояние отношений с Россией, причём не по нашей инициативе, хочу это подчеркнуть, невыгодно, но оно невыгодно ни нам, ни вам, но прежде всего, на мой взгляд, Германии. Это проявляется и в том, что помимо политических и экономических связей приостановлены столь успешно развивающиеся ранее контакты в научно-образовательной и культурно-гуманитарной областях связи по линии гражданских обществ. Россия, подчеркну, всегда выступала и выступает сегодня за выстраивание российско-германских отношений на принципах равенства, взаимной выгоды, уважения, интересов друг к другу. Повторю, такие отношения важны не только для двух стран, но и для всей Европы.